Добрый день, дорогие друзья! Сообщаю вам следующее. Благотворительный фонд проекта Спирт, который я возглавляю, готов дать 1 миллион драмов каждому азербайджанцу, который добровольно сдаться в плен для того, чтобы произвести обмен с теми пленными, которые находятся на территории Азербайджана. Мы гарантируем безопасность каждого солдата, который добровольно готов будет сдаться в плен. Относительно тех соревнований, которые проходят в Ереване, хочу сообщить следующее. Каждый человек, который не даст тому, чтобы азербайджанский либо турецкий флаг развивался на территории Армении, получит 1 миллион драмов от проекта Спирт, в случае, если будут противодействовать именно и участию данных спортсменов и тому, чтобы флаг Турции либо Азербайджана развивался на территории Армении. С учетом того, что буквально несколько дней назад вооруженные солдаты Азербайджана на своем автомобиле заехали на территории Армении и расстреляли людей, наших солдат, которые занимались именно земельными работами, окопами, у которых в руках не было автоматов. Понимаете? И после того, как вот это все произошло, я думаю, что нецелесообразно, чтобы на территории Армении развивался либо турецкий, либо азербайджанский флаг. Что касается того, что вообще разрешили проведение этого мероприятия, я хочу сказать, что в 1983 году мной, уважаемый Каэн Демирчан, когда узнал о том, что турецкая страна будет свой флаг устанавливать около спортивного комплекса, в честь которого назван то место, где проводятся соревнования, и который находится непосредственно в близости с мемориалом Тизерна-Габерт по киноциду армянского народа. Так вот, Каэн Демирчан оказался от того, чтобы провести эти соревнования в Армении, и эти соревнования были, точнее, проводились в Москве. Так вот, знаете, мне стыдно было сегодня от премьер-министра Армении слышать то, что он был горд тем, что наконец-таки соревнования будут проведены на территории Армении. Это, знаете, это предательство по отношению к погибшим в 1915 году людям, так как до сих пор Османская империя и Турция, как ее правоприемник, не признала геноцид армянского народа. И допускать, чтобы развивался флаг Турции, либо флаг Азербайджана на территории Армении, это, прежде всего, предательство против всего армянского народа, предательство против тех, кто погиб в 2020 году, кто погиб в 2016 году, кто погиб в 2015 году, и ранние. Ведь, поверьте, геноцид армянского народа постоянно турками осуществлялся. Если мы будем забывать наше прошлое, то мы будем обещаны не иметь будущего. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok